Практическое применение инновации – одно из основных требований к проектам, с которыми школьники и студенты участвуют в различных всероссийских и международных научно-практических форумах. Кировский гимназист представил свою работу на международной выставке в Люксембурге и стал кандидатом в состав национальной делегации России для участия в Лондонском международном молодежном научном форуме. 11-классник Хибинской гимназии Евгений Михайлов в составе делегации от России принял участие в международной выставке «Экспо-Сценз» в Люксембурге. Прежде Кировчанин стал победителем самого престижного всероссийского научно-практического форума школьников и студентов «Шаг в будущее». В его секции было более 20 человек, но именно его работа признана лучшей. Я просто занимаюсь научной деятельностью с 14 класса и уже могу так посравнивать работы и примерно представить, у кого сильная работа, а у кого работа только начинает набирать обороты. Конечно, всегда есть сильная работа, но наша работа тоже является достаточно конкурентоспособной. И надеялся, конечно, что получится занять какое-то место на высшую награду, конечно. В Москве Евгений представил разработанную под руководством преподавателя физики Хибинской гимназии Владимира Мурашова комплексную противопожарную систему «Антифаер». Ребенок подхватывается в классе 6-7 начинается, и ребенок в дальнейшем просто-напросто получает позитивный опыт выступлений и интерес к развитию научной своей сферы. Я же просто показываю связь, что в мире еще не все совершенно, и в мире нужно что-то изменить, сделать, а изменить и сделать могут только кто, современное поколение. Показываем необходимость, они сами придумывают, а идей у них очень много. Систему «Антифаер» успешно опробовали в стенах гимназии. О принципе действия своей разработки Евгений рассказывает с удовольствием. То есть, например, когда происходит возгорание, происходит дозвон директору Хибинской гимназии, а смс-оповещение происходит в МЧС посредством сотовой связи. Также мне удалось поучаствовать в форуме в городе Люксембурге, который называется «The Expo Science Luxembourg». Туда я ездил с работой под названием «Разработка устройства трейс-водитель, позволяющего ограничить доступ к управлению автомобилем водителя в состоянии алкогольного опьянения». Вот представлено устройство. По сути, это алкотестер, встроенный в блок управления автомобиля. Задача устройства – блокировать запуск двигателя при фиксации паров алкоголя во время выдоха водителя. Система также была успешно опробована на реальном автомобиле. Данную работу мы выполняли, я выполнял с другим научным руководителем, с Заренисом Александровичем. Нас подтолкнула как раз таки статистика, так же, как и в предыдущей работе. Приглашение поучаствовать в Люксембургском форуме поступило от организаторов «Шага в будущее». А то, что из сотен проектов молодых исследователей, съехавшихся в Люксембург со всего мира, в число лучших попала работа Евгения, говорит само за себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!